Альфа-банк поддерживает предпринимателей. Регистрируем бизнес и открываем расчетные счета бесплатно. Подключаем эквайринг за 1%. Введите бизнес с Альфа-банком, крупнейшим частным банком в России. Самый интересный этаж – это подземник. То есть, точнее, подводный. Потому что, смотрите, мы прямо сейчас опускаемся под воду. И здесь внизу находятся две комнаты. И сейчас посмотрим, как они выглядят. В них есть окна, как мне сказали. Ну-ка. Так. Очень интересно, как это выглядит. Так. Я так понимаю, вот оно занавешено. Охренеть! Просто космос! Боже мой! Вообще! Вы прикиньте? То есть, это подводная комната. И ты просто вот сидишь и наслаждаешься рыбами. Господи, боже мой! Откуда вы тут друзья? Охренеть! Люди! Сегодня я покажу вам, как люди живут в стране, в которой нефти примерно столько же, как у нас в России. У эмиратцев есть такое привилегия. Когда они женятся, они на свадьбу могут получить у государства виллу. Абсолютно серьезно. Вы прикиньте? Для этого достаточно просто быть эмиратцем. Если вы не можете позволить себе дом, государство выделит или построит его для вас в специальном районе, где живут только лобки. За 50 лет арабские эмираты проделали путь, который европейские страны проходили веками, превратившись из рыбацкой деревни в новый мегаполис уровня Нью-Йорка. При этом помимо их знаменитых небоскребов, тут постоянно появляются новые крутые районы. Вот так в Дубае выглядит самая элитная недвижимость. Хотя, если в общем-то разобраться, то технически это движимость. Три этажа плавучей виллы с вот этим джакузи, которые просто становятся теплым от этого чудесного солнца арабской эмиратского. И ты просто смотришь на это все и думаешь, блин, а что так можно было? Это просто невероятно, друзья. За последние 30 лет в Арабских Эмиратах открыли свое отделение все крупнейшие мировые бренды и постоянно увеличивают вложения, потому что сюда едут специалисты со всего мира, и покупательская способность Дубая постоянно растет. В этом выпуске я встречусь с семьей коренных эмиратцев, которые еще и работают в правительстве Арабских Эмиратов. Главный вопрос для меня – в чем секрет Дубая и Арабских Эмиратов в целом? Почему мировой бизнес вкладывает именно сюда? Каково жить, когда все законы работают? Сначала это непривычно. Абсолютно. А также я познакомлю вас с теми самыми айтишниками, фотографами, бизнесменами, которые как раз и создают всю эту красоту Дубая. Ну, потому что я, например, снял вот эту тачку в аренду у парня, который 11 лет назад приехал сюда, в Дубай. Так же, как и многие, практически без всего в кармане. За 11 лет ты заплатил хоть одну взятку? Нет, ни разу, никому. Сюда едут простые ребята из России, Украины, Казахстана и многих других стран. Ребята такие же, как мы с вами. И в стране, где четко прописаны правила, карьеру делать, конечно, сложнее с точки зрения конкуренции, но при этом ты можешь не иметь никаких знакомых в правительстве, никаких связей, а построить свое будущее на своем таланте и трудолюбии. Очень тяжело здесь пробиться, но шансов как будто бы больше, чем в другом месте. Как будто бы, как будто бы именно ты сможешь. Это Лядов, и сегодня я в Дубае. Это Арабские Эмираты, страна, которая еще каких-то 50 лет назад выглядела практически как пустыня. Здесь были не небоскребы, здесь была тупо рыбацкая деревня. Да, здесь обнаружили нефть, но найти нефть еще мало. Посмотрите на другие страны, в которых много нефти, и сравните их с Арабскими Эмиратами. А эта страна смогла стать одной из лучших по качеству жизни. Это выпуск о том, как можно было распорядиться своей нефтью, привести в страну инвесторов со всего света и сделать богатым не только себя, но и свой народ. Это Лядов и как люди живут из Объединенных Арабских Эмиратов. Лядов и как люди живут из Объединенных Арабских Эмиратов. Как, например, насколько трудно зарегистрироваться, получить согласование, защиту собственности. Так вот, каждый год составляется рейтинг стран, в которых наиболее комфортно вести бизнес. И Арабские Эмираты стабильно в нем входят в первую двадцатку. Это важно. Я по себе знаю, насколько сильно нужна поддержка, когда начинаешь работать на себя. И я получил эту поддержку от Альфа-банка. Банка, который помогает малому и среднему бизнесу. А сегодня бизнесменам особенно сложно. Ситуация меняется буквально на глазах и реагировать приходится просто мгновенно. Именно поэтому Альфа-банк берет часть забот на себя. Помогает бесплатно зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет. Всего три шага для регистрации ИП. И все это можно сделать онлайн. Даже в отделение идти не придется. И очень важная вещь это то, что Альфа-банк принимает и исполняет платежи по России круглосуточно. Что очень важно, знаю по себе. Плюс к этому Альфа-банк сейчас снизил комиссию на торговый эквайринг до одного процента. Причем для всех видов бизнеса. Все, что от вас потребуется, это в период с 11 апреля по 31 августа открыть расчетный счет для бизнеса и подключить торговый эквайринг. Льготная ставка будет применена автоматически. Кроме финансовых услуг у Альфа-банка много удобных сервисов для бизнеса. Можно, например, отслеживать движение средств. Также есть бесплатный мобильный банк, бухгалтерия и документооборот. Также возможность осуществлять переводы и проверять контрагентов. Рассчитывать налоги и многое другое. Все это доступно при открытии счета для бизнеса в Альфа-банке. Собственный бизнес это реально огромный труд, который требует от вас сил, затрат и, самое главное, решимости. И Альфа-банк всегда на стороне смелых предпринимателей. Так что переходи по ссылке в описании и веди бизнес увереннее с Альфа-банком. Дубай. Полдень. Самый центр. Я уже неделю пытаюсь попасть в самое высокое здание не с туристического входа, в Бурж-Халифу. Если кто не знал, это обычное жилое здание. Как хрущевка, только немного побольше. Проблема в том, что попасть в жилой сектор простому человеку, не живущему в Бурж-Халифе, фактически невозможно. Сюда невозможно ни въехать, ни войти пешком, если тебе не скинули специальный код. То есть как это работает? Ты обязан написать кому-то человеку, который тебя здесь ждет, другу, например. Он пишет, значит, быстро кидает заявку в какой-то там на ресепшн. Ему выдают код. Ты присылаешь ему этот код. Он на въезде диктует этот код и только после этого его запускают. За три года, пока меня не было в Дубае, Бурж-Халифа перестала быть элитной недвижимостью. Тут сейчас селится средний класс. Аренда двухкомнатной квартиры здесь стоит примерно 2000 долларов. Но понтов, друзья, на все тысяч пять, а то и десять баксов. Хочешь в подъезд? Прикиньте, подъезд как выглядит, а? Охренеть, смотри, какие инсталляции. Какие-то... Господи... Какие-то штуки прикольные. Барабанная тарелка. Из них целая конструкция составлена. Дерево из барабанных тарелок. Очень вкусно пахнет. Ощущение, что ты вошел в какой-то, знаете, мол. И в какой-то очень дорогой бутик. Или салон красоты. Очень просто. Какой-то очень дорогой отель. Смотрите, как выглядит. Подъезд, друзья, это подъезд. Подъезд. Тот самый, который должен вонять. Где должна штукатурка падать. Это подъезд, друзья. Чтобы оценить, насколько высокое здание Бурдж-Халифа, вспомните Эфелевую башню. Так вот, рядом с Бурдж-Халифой можно поставить три таких. Самое высокое здание Москвы, для сравнения, башня Федерация. И это 95 этажей. В Бурдж-Халифе 165 этажей. Слышите? 165. Это 33 хрущевки, поставленных друг на друга. Больше всего меня впечатляет, что если ты живешь на 160 этаже, то тебе, ой, как несладко. Потому что, вы прикиньте, в одном этом здании только лифтов 60 штук. Вы представляете? 60 лифтов в одном здании. Господи, бог ты мой. Мне кажется, у нас есть города, которых на весь город 60 лифтов нет. А тут они в одном здании. Ну, короче, если ты живешь на самом высоком этаже, то ты не можешь на одном лифте доехать до 160 этажа. Тебе надо реально делать пересадки. Как на автобусе реально, вот представляешь, как на дачу едешь, надо пересадки делать какие-то. Я как-то был на последних этажах, продавал там квартиру. Там вида уже на последних этажах нет. Там видно Иран, Саудовская Аравия. Нет, вот такой вид. Там нельзя сказать, что у тебя видно фонтаны, потому что там вообще очень люди маленькие. Ну, считайте, это как в самолете. Да, там практически километр. Попасть в здание мне удалось только благодаря Микаэлю, русскоговорящему риэлтору. Он тут сдает квартиры. Сам он уже 11 лет в Дубае. И пока мы ехали к башне, я успел немного расспросить его о местной жизни. Здесь очень много европейцев. Сейчас британцы очень много переезжают сюда. Поэтому и русских тоже очень много. И русскоязычных. Здесь люди живут не как в России. Много лет в одной квартире. Здесь каждые два года люди меняют. Там повысили тебя в должности. Ты пошел, снял здесь квартиру или в другом месте жил. Ну, каждый раз люди стараются улучшить свое состояние, где жить. Прежде чем мы зайдем в Бурж-Халифу, расскажу вам немного о жилье Дубая в принципе. В целом тут дорого. То есть квартиры с одной спальней и одним залом, это здесь называется 1 плюс 1, обойдется в 2-2,5 тысячи долларов минимум. Это если вы хотите жить в небоскребе. Но если вы подписываете контракт на год, то ценник падает почти в два раза. За 1400 долларов реально найти такую же. Не в Бурж-Халифе, конечно, но тоже в неплохом небоскребе. Причем главный кайф Дубая, ты снимаешь не просто квартиру, ты арендуешь практически образ жизни. В сцену входит выход к бассейну. То есть есть уличный бассейн, есть бассейн внутри. То есть в зависимости от сезона можно выбирать себе. Это мой старый товарищ Санджар. Переехал в Дубай с женой Алиной из Алматы. Сначала работал в компании, потом стал работать на себя. За 4 года сменил кучу квартир. От однушки с тараканами дорос до крутых апартаментов в одной из самых узнаваемых башен Дубая – Принцесс Тауэр. В Дании также есть бильярдная комната, комната для настольного тенниса, настольных игр, так скажем, и хоккей, и футбол, и теннис. Каждую квартиру, которую ты снимаешь, будет бассейн? Ну, в большей степени, да. Это зависит от района. Это входит в стоимость квартиры? Входит, да. Платишь за бассейн? Нет, ничего не платишь. Услуга доставки еды из ближайшего магазина здесь появилась больше 10 лет назад, когда у нас еще приложений доставки и в помине не было. Тут отдельные зоны для загара, детская комната, причем не одна, а по 2-3. Спортзал, которым тут никого не удивишь, комната для настольного тенниса, внутренний бассейн со всякими ванночками, чтобы отмокать после работы. Кайф. И уровень безопасности высочайший. Камеры наблюдения повсюду. На входе, на выходе, на въезде в паркинг, на выезде из паркинга, на входе в квартиру. В Бурдж-Халифе, кстати, куда я все-таки планировал попасть, целая служба безопасности. В некоторых зонах снимать можно только на телефон, а в некоторых нельзя вообще ни на что. А это, я так понимаю, туда еще просто так нельзя попасть. Да, туда невозможно даже вот проехать. Вот сейчас мы, видите, вот это въезд. И здесь вы, допустим, машину нигде оставить не сможете, потому что ее сразу эвакуируют. Поэтому те присылают код на телефон. Ну вот мы сейчас будем въезжать, и я покажу. Код на телефон будет, показываешь и въезжаешь. И также твои гости. Если кто-то к тебе захотел просто так пить и сюрприз сделать, его не пустят. Пока тебе не пришлют код. Вот это въезд с шлагбаумом. Сверху Бурдж-Халифа напоминает тропический цветок. Но увидеть это можно только с самолета, пролетая в аккуратно над шпилем. С земли вид не менее сногсшибательный. Внутри башни все как в дорогом отеле. Стены, ковры на полу. Все натерто до блеска. Помните, я говорил, что запах оказался мне непривычным для подъезда? Так вот, оказывается, в вентиляционную систему башни добавляют специальные масла. Аромат, между прочим, от Армани. Разработан спецом для Бурдж-Халифы. Мы сейчас зашли в лифт первый. И обратите внимание, здесь две кнопки. То есть можно только подняться на 76-й этаж. Господи, уши закладывают мгновенно. Просто я сейчас как будто взлетаю в самолете. Реально, вот прям примерно точно такое же ощущение. Просто космос. Причем чувствуется, что мы очень быстро летим. О, жесть. Уже приехали. Кошмар. В этом здании самые скоростные лифты в мире. Они движутся со скоростью 18 метров в секунду. Мы выходим из одного лифта и идем в другой лифт. Вот. И заметьте, идти тут прилично. Это тебе не вот ты перешел из одного в другой. Так. Выходим. Выглядит, конечно, все очень так достойно. Прямо вот по-арабски. С таким барабским шиком. Вот. И дальше, смотрите, ту же не на самой верхней. Эти теперь лифты идут с 76 по 108 этаж. То есть будет еще одна пересадка. Представляете? Просто вообще. Как в Марьино едешь. Куда в ней? Как в Мытище едешь просто. С двумя пересадками. Одновременно в Бурж-Халифе могут находиться 35 тысяч человек. Это, кстати, больше, чем все население, например, Можайска. В случае чего ломиться некуда. Поэтому на каждые 30 этажей в Бурж-Халифе оборудован бункер. Всего их 9 штук. Под землей 3 уровня паркинга на 3000 автомобилей. Первые 40 этажей – это офисы и технические помещения. Дальше идут квартиры. На 43-м и 76-м этажах тренажерные залы, бассейны, джакузи. А на 124-м – смотровая площадка. На случай пожара здесь всегда есть вот что-то типа вот такого. Но это с другой стороны находится. Если техническая комната, где есть бутылки воды, консервов, если вдруг пожар, чтобы не спускаться там с сотого этажа вниз, вы просто туда заходите, отдельный доступ к подаче кислорода туда. И в течение недели можно спокойно там прожить, пока спасатели вас не найдут. Вот так выглядят обычные жилые квартиры. То есть вот, посмотрите, да? Вот это типа жилая квартира. Вот еще одна жилая квартира. Вот так вот выглядит звонок тут. Собственно, камера обязательно на входе вас встречает. Звонок. И дальше заходим внутрь. В этой двухкомнатной квартире не так уж много места. Все компактно, местами даже слишком. Смотрите, какая кухня крошечная. Обычная раковина. Тут же есть плита, духовка. В общем, все необходимое есть. Но просто все такое маленькое, скромненькое. Вот здесь видно фонтан, на Дубай Мол, на Шеф-Зейдроуд, на залив, на практически до Ирака все видно. Если там хороший бинокль взять. Поэтому стоимость разнится. Есть студии, однокомнатные, двухкомнатные квартиры. Средняя двухкомнатная квартира стоит миллион долларов. Плюс миллион долларов, да. А минимальная саба дешевая? Минимальная 400 тысяч долларов студия стоит. Ни аквадискотеки, ни винных погребов, ни хоккейных площадок, закатных под землю. Но это конкретно здесь. В целом, если разобраться, обычная скромная квартира. Окна нельзя открыть. Тут вся система кондиционирования закрытого типа. Балконов тоже нет? Балконы есть, но они как для бассейна. Ну, они такие, как бы террасы идут, но не в квартирах. В квартирах нет? Нет, нет. Но даже телевизор не прицеплен, потому что, чтобы владелец говорит, нужно получать разрешение, а это очень complicated. Ну, чтобы повесить телевизор. Разрешение на повесить телевизор? Да, да. Потому что оно сверли стену? Да. Поэтому, и чтобы здесь полы поменять, тоже нужно разрешение. Это называется No Objection Certificate. Вы должны получить и менять, если вам дадут его. Вот ему не дали на телевизор. Кухня, коридорчик, пластиковые тапки у стены. У нас в таких гастарбайтеры ходят. Блин, это же Бурш Халиф, это самое. А смотришь, в целом антураж, ну, довольно-таки, довольно скромный. Обычная квартира, нет тут никаких золотых унитазов. Может быть, конечно, у кого-то конкретно и есть, но в целом, в целом Дубай суперсовременный город с очень высоким уровнем жизни и хорошими зарплатами. Например, простой курьер получает здесь в районе 100-130 тысяч рублей в месяц в пересчете на наши деньги. Официанты и продавцы зарабатывают около 200 тысяч рублей. Школьный учитель – 250 тысяч. Айти-специалисты зарабатывают от 300 и выше. Средний доход адвоката – 450 тысяч. И это далеко не предел. Именно поэтому сюда едут со всего света. Только с 2005 по 2020 год население страны выросло с 4 миллионов человек до 10 миллионов. Сегодня 88% всего населения Арабских Эмиратов – это приезжие. И лишь 11% – коренное население. Фактически из 10 человек 9 приезжие. Только один коренной эмиратец. Дубай для многих сегодня является местом, куда люди приезжают за шмотками, за вещами, за товарами, как раньше приезжали в Европу. Сейчас приезжают в Дубай. Серьезно. Потому что я особенно помню, когда впервые попал, мне просто голову сносило от количества брендов. Потому что сейчас из России многие бренды ушли. А когда сюда я приехал, я понял, что многих брендов в Москве, например, не было. А здесь есть бренды абсолютно со всего мира. Но цены, надо сказать, в Дубае – это, ну, как бы, они космические. Потому что тут дороже, чем в Москве в два раза точно, а иногда в три раза. Впрочем, если вы любитель шоппинга, могу посоветовать вам отличный вариант с широчайшим выбором товаров и отличными ценами. А самое главное – ехать за ними никуда не придется. Покупать можно, не выходя из дома. И все это – Джум. Джум – это маркетплейс, где есть все, что душе угодно. Просто переходите на сайт или скачивайте приложение, а дальше выбор за вами. Здесь есть известные бренды. Вот, к примеру, спортивные товары «Фила», «Адидас» или «Пума». И новые бренды из Турции или Кореи. А платить все можно картами российских банков, что очень важно. И еще один плюс – это цены. Вы знаете, я любитель электроники и постоянно мониторю рынок. Так вот, на Джум стоимость гаджетов Lenovo, Xiaomi, Huawei оказалась очень приятной. Джум возит товары из стран-производителей, например, Кореи, Таиланда и Китая. И, как следствие, из цены исчезает накрутка посредников. На Джум вы и продукцию Apple купить можете. Там есть продавец, торгующий оригинальными новыми айфонами с ценами значительно ниже, чем в России. И продавец лично проверен менеджерами Джум. Айфоны чистые, без привязок, проще говоря, как любые яблоки из любого интернет-магазина. В общем, очень выгодно. Если нет времени ждать, то можно выбирать товары с российских складов, и тогда доставка займет всего около недели. И самое главное, Джум это серьезный европейский проект с офисом в Риге и отличной службой поддержки, которая работает на 17 языках, в том числе и на русском. За 6 лет работы качество Джум оценили уже более 40 миллионов пользователей, так что присоединяйтесь и вы. Кроме того, по промокоду люди скидки до 11%. Отличный шоппинг начинается с Джум. Так выглядит район, который туристы в Арабских Эмиратах практически никогда не видят. Здесь живут местные жители, эмиратцы. Здесь практически нет небоскребов вот этих знаменитых. Может быть, вон там вдали виднеется одно десятиэтажное здание. Все остальные это вот такие вот двухэтажные виллы. Рождаясь с паспортом Арабских Эмиратов, ты получаешь безвизовый въезд почти во все страны. Образование и очень крутая медицина бесплатны. Если местное лечение тебе не помогает или не подходит, тебя отправят в нужную клинику в любой стране мира. Еще и оплатят все расходы, включая перелет, проживание и питание. И тебе, еще и сопровождающему члену семьи. Когда они женятся, они на свадьбу могут получить у государства виллу. Серьезно, для этого не нужно ничего, кроме обращения. Государство рассматривает каждый кейс индивидуально и выбирает. Либо они могут подарить человеку эту виллу просто так. Либо они могут дать ему денег, он добавит еще там своих, и он купит на них свою виллу. Либо, если у него не было совсем этих денег, то они ему предоставляют землю, предоставляют виллу. Абсолютно серьезно. Вы прикиньте, для этого достаточно просто быть эмиратцем. Нам с огромным трудом удалось договориться, чтобы нас пустили в закрытый район, где живут местные. Семья коренных эмиратцев пригласила меня в гости. Этот человек в национальной одежде Султан Хараб. Он полицейский, друзья. Да, так тут живут полицейские. То есть это обычная вилла, да? Можете рассказать нам о ней? Да, это обычные виллы для эмиратцев. Конечно, бывают виллы больших или меньших размеров. Но это обычные виллы для эмиратцев. Это вилла моего отца. Моя другая. Это типичная местная жизнь. Он, его брат и отец живут на одной улице. И только вдумайтесь, у каждого своя вилла, типа эта. Не одна на семью, а у всех. Вы только взгляните на этот двор. Жениться здесь очень затратно. Это стоит дорого. Как минимум тысяч триста. Триста тысяч дирхам? Серьезно? Вау. Господи. Поэтому правительство помогает с местом для проведения свадьбы и с деньгами. Оно выделяет примерно от 70 до 80 тысяч. На каждого эмиратца, который впервые вступает в брак. Прям каждому человеку? Как вы знаете, Арабские Эмираты — это страна правил. Поэтому вы не можете быть здесь миллионером без того, чтобы я, как сотрудник правительства, не знал о том, что вы миллионер. Такого никогда не было в Эмиратах. Так что если вы очень нуждаетесь в доме, у вас семья из двух-трех человек, у вас маленькая зарплата, у вас нет высшего образования и вам нужен дом, то вам точно дадут дом. Но если у вас хорошая работа и вы молоды, вам дадут кредит, потому что, скорее всего, вы в состоянии его выплатить, даже если он будет беспроцентным. На каждого ребенка ежемесячно выплачивается около штуки баксов пособия. За коммуналку они вообще не платят. Государство дает деньги на ремонт и покупку мебели. Достаточно подать заявку. А вот так дом выглядит изнутри. Ну, это ваша гостиная. Да, это наша гостиная. Да, поэтому, когда к нам приезжают гости, мы принимаем их здесь. Особенно таких гостей, как вы. Посмотрите на этого улыбчивого человека. С каким удовольствием он попивает чай в своем дворе под деревом манго. Это глава семейства. Смотрю на него и понимаю, что до такой старости реально стоит дожить. У него 10 детей, 3 дочери и 7 сыновей. Двоих вы видели. Все трое чиновники. Как вы думаете, если мы посмотрим на Арабские Эмираты как на государственную структуру, что вы думаете самое важное? Я имею в виду, конечно, борьба с коррупцией. А что еще? Наша система правосудия очень беспристрастна, и в ней все равны, вне зависимости от своего статуса. У нас нет никакой коррупции, особенно в системе правосудия. Коррупции вообще нигде нет. Это настоящее счастье, когда у вас есть правила и предписания, которым все следуют. Правила важны. Запомните эти слова, мы к ним еще вернемся. Глава семейства помнит Дубай, когда здесь не было еще ни единого небоскреба, и вокруг была сплошная пустыня. Потому что реально, 70 лет назад здесь даже электричества не было. Многие, кто не разбирался в вопросе, говорят, что типа Дубаю повезло, там нашли нефть, и все тут же разбогатели, но на самом деле все вообще не так. Город начал развиваться за десятки лет до того, как там обнаружили нефть. В 19 век арабские эмираты живут племенами. Дубай на тот момент рыбацкая деревушка. В стране толком ни еды, ни воды, ни ресурсов. Пираты грабят, племена воюют, шейхи жируют. И вдруг один шейх решает отделиться. Семья Мактум. Они, кстати, правят Дубаем до сих пор. Так вот они уходят из Абудаби, обосновываются в Дубае и провозглашают город независимым. И тут один шейх решает, а давайте сделаем порт у нас в Дубае свободным от налогов. Бизнесмены в других эмиратах и даже в других странах прошарили тему и тут же начали переезжать в Дубай. Потому что там можно было больше заработать. Так вот местные власти крупным торговцам начали еще и земли выдавать. Мол, приезжайте, работайте. Доходы клали не только себе в карман, но и строили на них инфраструктуру. Появилось электричество, первая связь. Построили первую гостиницу. В соляной пустыне сделали аэропорт. И только через шесть лет после этого в Дубае обнаружили нефть. Тогда баррель стоил копейки. А город уже разрастался. Существует много стран в мире, в которых много нефти. Например, там Венесуэла, в России, кстати, да. Но результат от использования этой нефти, он разный. Как вы считаете, почему? Здесь было принято правильное решение – вкладывать нефтяные деньги обратно в страну. Это происходит уже на протяжении 50 лет. И с 1970-х годов по 2000-е года многое изменилось. Страна развивалась, у людей улучшились условия жизни. С 1970-го года экономика Дубая выросла в 231 раз. И главный секрет этого не сама нефть, а то, как ей распоряжаются. Почти сразу правительство начало вливать нефтяные деньги в развитие страны, чтобы не зависеть от цен на нефть в будущем. Развитие туризма элитного класса, строительства, финансовые институты. Все это привело к тому, что зависимость экономики Арабских Эмиратов от нефти снизилась до 20% в 2017 году и сейчас держится на уровне примерно 30%. У нас идет глобальная торговля, развивается огромное производство. Только в этом городе у нас есть около тысячи производителей и тысячи фабрик здесь, в Аджмане. А Аджман считается самым маленьким городом в Ауэ. По-настоящему Дубай сделала Дубаем не нефть, а вот что. Здесь изучили практику крупнейших финансовых центров мира, таких как Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Сингапур. И предложили мировым компаниям открыть офисы для работы без налогов. Дубай стали называть экономическим раем. Здесь не было ни подоходного налога, ни налога на прирост капитала. Это привело сюда инвесторов со всего мира. Многие компании переносили в Дубай свои головные офисы. А вместе с этим потоком инвестиций сюда начали стекаться еще и лучшие умы мира. Дубай стал новой американской мечтой. Я жила неделю на улице, потому что у меня просто не было денег. Как так случилось? На какой улице? Как ты на ней оказался? Это Эсэм. Она из Казахстана, Алмата. Какое-то время работала продавцом обуви, а потом в 21. Решила попробовать поехать за дубайской мечтой. Ни друзей, ни родителей рядом одна. Ну, вообще я приехала сюда искать работу сама, с бухты Барахты. У меня ничего не было подготовлено. Это было время перед Рамаданом. Я пришла искать работу, и я ничего не знала. И те деньги, которые я с собой привезла, они просто закончились. И, наверное, это был еще такой возраст, когда ты, в принципе, и не переживаешь, что скоро деньги закончатся, и как-то никакого менеджмента нет. И у меня закончились деньги, и это было для меня неожиданно. На самом деле Эсэм готовилась. В Казахстане она училась на переводчицу с персидского языка, на нем говорят в Иране, и с арабского. В Эмиратах это официальный язык. Но что-то пошло не по плану. В этих языках очень сложно быть переводчиком девочкой. С девочкой на единении останешься, к ней прикасаться нельзя. В один из дней Эсэм оказалась фактически на улице. И ночевать ей нужно было практически в бассейне, просто идти некуда было. Прежде чем вернуться к ее истории, отвлекусь на минуту, чтобы объяснить, почему у нее не получилось с карьеры переводчицы с арабского. Дело в том, что строгие законы, отличающиеся от европейского мира, важная особенность Дубая. Особенно во всем, что касается женщин. В автобусе, например, для них выделена отдельная зона в передней части. С ними нельзя садиться рядом, если бы не ее мужчина. А заговорить с незнакомой местной арабской девушкой на улице будет воспринято фактически как оскорбление. Какое-то замечание или как-то обратиться хотя к девушке, если она с мужчиной, то будут обращаться к мужчине, через него везти. Долгие годы в арабском мире существовали табу на то, чтобы обратиться к незнакомой арабской девушке на улице. Нам может показаться странным, но нельзя просто так взять и подойти к женщине в хиджабе и спросить ее номер телефона. С каждым годом в Эмиратах это постепенно смягчается, но все равно не до конца. У местных есть сейчас очень интересный способ знакомиться. Кто-то из местных берет свой телефон, пишет на нем в заметках свое имя и телефон и кладет его перед ней, например, на стол девушки в кафе. Она ему молча, ничего ему не говоря, пишет в ответ и может положить это, например, в ответ ему на стол. Я согласен, молодое поколение делает так, но наше поколение нет. Я бы сказал, это происходит нечасто. Люди моего поколения женятся или знакомятся со своими женами традиционным способом. Через семью, через браки, организованные родителями. По-другому это воспринималось как неприемлемое поведение во многих культурах и для многих людей. Да, люди используют тиндер, социальные сети, чтобы встречать друг друга, а не ходят на встречи. Есть и примеры, когда традиционные способы брака случаются. Это зависит от настроя семьи и самого человека. Как он планирует свою жизнь и кого он планирует встретить. Дубай максимально комфортный город абсолютно во всем. Вот реально. Конечно, во многих городах сейчас есть доставка еды, доставка продуктов, но здесь это прям возведено в абсолют, реально. Если вы неожиданно захотите, я не знаю, ночью шарик мороженого, вам реально привезут любой вкус. Если вам в какой-то момент неожиданно захочется, я не знаю, приготовить гриль, тоже вам все организуют, вплоть до того, что вам уголь привезут, розжиг, сам мангал вам привезут, мясо, абсолютно любое. Если вам нужно будет, там еще и человека, который это пожарит, тоже организуют. Одних только приложений доставки еды здесь, наверное, под десяток, а то и больше. Но во всем этом, конечно, надо разобраться. И в таких случаях на помощь приходит сервис Авиасейлс Ещё. Я, например, спросил у ребят в чате Авиасейлс Ещё, что лучше выбрать. Они бы мне подсказали удобный сервис для заказа еды и вдобавок очень полезный сервис скидок. Определенно, сервис Авиасейлс Ещё очень упрощает жизнь в поездках. А напоминаю вам, что пользование огромными возможностями, просто бесконечными возможностями этого сервиса обойдется вам всего в 1490 рублей в год. А по промо-коду «Люди» для вас дополнительная скидка 10%. Ссылку оставляю в описании. Шорты, короткие юбки и декольте – в Дубае и прогулочных зонах абсолютная норма. Но стоит вам отъехать полчаса, например, до города Шарджа, и там уже другой мир. Никаких юбок, шорты, даже штанов на девушке быть не должно. Туристам тоже нужно быть осмотрительным. Например, в 2005 году британскую пару посадили в тюрьму на месяц за то, что они целовались в ресторане. Англичанин Джейми Харрен, запнувшись в баре, нечаянно схватил за бедро какого-то мужика. Так вот, его осудили за домогательство. Чувак три месяца провел в тюрьме, потратив на адвокатов больше 50 тысяч долларов. Лично по моему опыту и по опыту моих знакомых, скажу, что с годами тут реально становишься более законопослушным. Помните моего товарища Санджара, которого я уже показывал. Так вот, как-то они с женой Алиной стояли в пробке. И Алина, она положила на панель. Ну, то есть мы стояли, и она просто положила ноги на панель. К нам подошел полицейский или полицейский, или охранник. Да, просто отдохнуть. То есть там, я не скажу, что на каком-то платье было короткое. Просто обычно сняла обувь, поставила на панель ноги. Мы стояли из-за того, что поток машин был большой, мы не могли долго выехать. И к нам постучали в окно, и сказали, что в следующий раз. И самое интересное, что обратились ко мне. То есть не к ней, подошли целенаправленно ко мне, сказали сказать ей, чтобы она так не делала. Чтобы вы понимали, как это работает, скажу вам, что мой Санджар, теперь подходя к метро, каждый раз крепко закрывает бутылку воды перед входом. В метро нельзя пить воду, засыпать, даже глаза закрыть нельзя. Я знаю, с домашними животными тоже. То есть если ты что-то нарушил, то могут там по камерам, либо там проверяльщики ходят. Специальные люди, которые проверяют, заплатил ты за проезд, спишут или они могут подойти, отдернуть, спишут или нет. То есть сто процентов я стал законопослушнее. Сто процентов ты стараешься, ну внутри ты стараешься себя контролировать. То есть чтобы не сказать лишнее. Что он управляет? Ну, условно, лишний раз не сказать мат даже на русском языке. Да, не материшься? Не, вообще не матерюсь. Стараюсь не материться вообще. Именно из-за закона? В том числе. То есть были случаи, когда, хорошо, что я там никак-то ничего плохого не говорил, но когда говорил что-то на русском, и человек, который даже не выглядит, как человек, который понимает на русском языке, понимал. То есть много иностранцев понимают на русском языке. Санжар приехала в Дубай примерно в то же время, что и Эсэм. Та самая девочка из Алматы, которая заранее выучила арабский. Так вот помните, у нее ничего не получалось. Она вернулась в Казахстан, потом поехала в Москву, выучилась на фотографы и через некоторое время приехала снова в Дубай, который, оказывается, слезам тоже не верит. У меня было где-то полторы тысячи долларов. Были деньги только заплатить за два месяца, за квартплату. И я заплатила за два месяца. Искала я работу, как обычно это делается. Я писала в Инстаграме всем блогерам, предлагала коллаборации, предлагала вообще людям. Я писала всем, стучалось в сообщение, в личные сообщения. Была надежда и какая-то уверенность, что я все-таки найду работу за два месяца и заплачу за третий. И работы за два месяца не нашлось. Два месяца оплаченные квартиры закончились, а денег так и не появилось. Практически ни одного заказа. Вот представьте себя на ее месте. Вы в чужой стране, работы нет, родных нет, денег нет даже на проезд. Что будете делать? И когда мне сказали, что мне нужно будет съехать, потому что я не оплатила за месяц, я собрала вещи, и я просто поднялась наверх. У нас на крыше был бассейн, там была раздевалка, в раздевалке был душ, и там было тепло. И сначала я в первую ночь, я просто положила все вещи в раздевалку, а сама спала на лежаке. И тогда ко мне поднялся секьюрити, тогда поднялся охранник и сказал, что нельзя так. Я притворилась, что я соберу свои вещи из раздевалки. Я зашла в раздевалку, я дождалась, пока он уйдет. Я занесла этот лежак в раздевалку, и я спала в раздевалку. Чтобы не спалиться, она вставала до рассвета и незаметно выходила на улицу, где ждала, пока откроется ближайший торговый центр, где на фудкорте можно было зарядить телефон и поймать вай-фай, чтобы оставаться на связи. Питалась на 7 дирхам в день. Я знала, где продается бургер за, по-моему, 3-4 дирхама, вода на полдирхама, я просто знала эти места. Я знала, как можно дойти пешком. Была жара. Ну, в общем, это было сложное время. Самое страшное было, что у меня сейчас закончатся деньги на воду и на еду. Чисто от меня совет. Деньги на воду в Дубае надо всегда держать в заначке. Обязательно. Так вот, представьте картину. СМ, еще и с высшим образованием, сидит на крыше бассейна и каждый раз прислушивается к шагам, а не охранник ли снизу за ней пришел. Ее спасло, что у того не хватило смелости зайти в женскую раздевалку. Ну и просто доброе сердце этого человека. Я сидела у этого бассейна, и я думала, что это просто, это как в фильмах. Вот самое rock bottom, говорят по-английски. То есть опускаешься на самое дно, и оттуда уже как будто бы наверх только. Очень тяжело здесь пробиться, но шансов как будто бы больше, чем в другом месте. Как будто бы, как будто бы именно ты сможешь. Вот, если даже ты живешь на улице, если ты просто живешь на последних 7 дирхам, все равно где-то сидит надежда, что ты, именно ты прорвешься. И у меня была вся эта надежда с самого начала. Субтитры сделал DimaTorzok Люксовые тачки, которые гоняют вдоль барханов по идеальным дорогам. Знаете, это уже такой символ Дубая. И многие даже пугаются, что типа, если у меня нет там ламборгини, то мне там здесь нечего делать в Арабских Эмиратах. Но на самом деле все эти люксовые тачки не имеют никакого отношения к жизни эмиратцев и вообще к реальной жизни в Эмиратах. Почему? Ну, потому что я, например, снял вот эту тачку в аренду у парня, который 11 лет назад приехал сюда в Дубай. Так же, как и многие, практически без всего в кармане у него было минимум денег. И приехал он, между прочим, из Дагестана. С тех пор смог расширить парк тачек до десятков автомобилей. И это, знаете, вызывает уважение. А как здесь все работает, вот, например, с теми же государственными органами? Насколько трудно с ними, я не знаю, заниматься? Абсолютно нетрудно. Здесь нет такого понимания трудно. То есть, если ты делаешь все по правилам, все как надо, то, в принципе, ты трудностей не встречаешь. Ну, я, по крайней мере, не готов это назвать трудностями. То есть, здесь нет такого, что тебе надо знать какого-то человека, иметь какого-то друга в департаменте. У меня никого нету. Я здесь 11 лет живу, ни в каких-то департаментах у меня знакомств никаких нет. Три года назад, когда я снимал здесь выпуск про суперкары, Раджа повсю раскручивал свое дело. Только начинал. Тогда у него было 10 машин. За это время он успел удвоить свой автопарк, при том, что тачки у него в основном люксовые. Ну, я упорствовал в этом очень сильно. Я работал день-ночь как бы над маркетингами, над всеми остальными составляющими, чтобы работа была… И как они окупаются, эти тачки? Да, окупаются, работа идет. Я уже соответствую своему бизнес-плану. У меня, да, ресторан, у меня прокат автомобилей. И недавно я еще открыл маркетинговую компанию, в основе которой будут лежать нейромаркетинговые исследования. А у тебя стартовый капитал какой-то был, когда ты сюда приехал? Нет, стартового капитала никакого не было. Сколько у тебя денег было, когда ты сюда приехал? Не было ничего. В чем, на твой взгляд, главное различие бизнеса у нас и у них? У нас в России и у вас в Эмире? Такой уже стереотип такой сложился. Люди у нас в стране боятся разбогатеть. О, на этих словах у меня даже мурашки по спине пошли. Согласитесь, это прям до боли знакомо. У меня друзья, они занимаются предпринимательством, молодые ребята. У них все хорошо получается. И только они начинают зарабатывать деньги, я вижу, как они решают вопросы с гостями. Откатами. А? Откатами. Ну, взятыми. Всеми возможными способами. Ну, блин, как? Я вообще... Такого, про такое здесь вообще не слыхано. Нет такого. Тут нет такого. В момент, когда понимаешь, что вся эта красота и качество жизни появились благодаря тому, что здесь есть честные суды, правила, которые нельзя обойти взяткой. Уже не мурашки по коже, а расплакаться хочется. Послушайте, как здесь проверки проходят. Он сидит при мне и говорит, у меня не стоит, у меня задача тебя штрафовать. Моя задача, чтобы твой ресторан функционировал должным образом. Ну, блин. Круто. Конечно же, ты после этого будешь исправлять эти свои замечания. Потому что люди приходят и по вниманию таким объясняют тебе все остальное. То есть здесь подход к жизни вообще совершенно другой. И в этот момент я вспоминаю слова того самого главы семейства эмиратцев про правила и правосудие. Наша система правосудия очень беспристрастна. И в ней все равны, вне зависимости от своего статуса. У нас нет никакой коррупции, особенно в системе правосудия. Коррупции вообще нигде нет. Это настоящее счастье, когда у вас есть правила и предписания, которым все следуют. То есть правила важны. Поставьте себя на место любого владельца крупного бизнеса. Например, вы всю жизнь строили авиакомпанию, которую начинал еще ваш дед. Вы копили деньги, покупали самолеты, начинали работать в одной, другой стране. А потом в какой-то стране, хоп, и национализировали ваши самолеты. Пойдете вы после этого в такую страну еще раз? Не бывает никаких исключений, когда дело доходит до соблюдения правил. Я работаю в торговой палате, поэтому я действительно знаю, какова деловая среда здесь, в УАЭ. Я постоянно взаимодействую с инвесторами, и обычно в самом начале работы я говорю им, если вы видите людей, которые всегда останавливаются на красный свет и соблюдают законы, это значит, что в эту страну вы можете инвестировать. В противном случае, если вы приехали в страну, где люди не останавливаются на красный свет, не соблюдают правила дорожного движения и местные законы, то в такую страну не стоит вкладывать деньги. Как ты считаешь, что нужно изменить в России в иском бизнесе для того, чтобы он через 50 лет был такой же, как Дубай? Его просто нужно оставить в покое. Его просто нужно оставить в покое. Я даже не говорю уменьшить налоги. Его просто надо перестать душить. Не требовать с него сверх того, что он должен по закону. Любой предприниматель, он заплатит и налоги, потому что на то он и предприниматель, что он умеет зарабатывать и будет зарабатывать так, что и налог заплатит, и еще себе хватит. Уважение к законам и правам других здесь закладываются с самого детства. На этом основана вся социальная политика и система образования. Мое поколение идет за мной, и каждое новое поколение следует примеру своих родителей. Поэтому мнение родителей о своей стране и о правительстве автоматически передается следующим поколениям. Музыка Такой лежишь, с утра просыпаешься, бля-бля-бля, не хочу вставать. Вот это, знаете, все, блин, просыпаться такой, лежишь, выворачиваешься, думаешь, блин, будильник переставляешь 10 раз, встал такой, блин. Ну, короче, вот это вот ужасное утро. А потом подходишь к окну и просто смотришь, видишь вот этот вид и такой, блин, слушай, ну не, все не так плохо. По-моему, это очень прикольно. Это как минимум добавляет какой-то, ну не знаю, какого-то огня в кровь, ну не знаю, как-то стимулирует тебя. Дает ощущение того, что ты чего-то добиваешься в этом мире. Это, мне кажется, очень дорогого стоит. Все высотные здания, на самом деле, немножко шатают. Я вот реально прикладываю руку и прям реально чувствую, как вот немножко вибрирует это стекло. Но все-таки я нахожусь на 123-м этаже, да, это очень высоко. Чем выше здание, тем сильнее его шатает. Пудж-Халифы, например, может отклоняться от своей ози аж на полтора метра, при этом оставаться в целостности и сохранности. Очень интересное помещение. Короче, тут для жильцов есть специальное место для приема гостей. То есть позвали вы какого-нибудь друга, которого, знаете, вы не очень-то любите, но позвать его как бы и надо. Ну реально. И они, короче, специально для этого сделали, смотрите, огромный такой лаунж, где есть прям, смотрите, еще и всякие кофе, чай и так далее. Вот. И прям здесь вы можете спокойно, смотрите, сесть, поговорить с вашим неприятным гостем. И все, и кайфово, понимаете, все. И вид отсюда, конечно, прям очень крутой. Видите бассейн напротив? Так вот наша СМ из Казахстана ночевала совсем не возле такого, а возле маленького, скромного, по дубаньским меркам бюджетного. Каждое утро она вставала чуть раньше рассвета, уходила гулять и ждала, пока откроется торговый центр, где можно подключиться к Wi-Fi. Как-то раз она поставила свой телефон на зарядку, и ей пришло сообщение в директ. Написала мне в инстаграме одна блогерша, она из Белоруссии. Я ее фотографировала, она где-то еще когда у меня было жилье, сказала, что она как раз ищет личного фотографа. А дальше как в американском фильме. Блогерша оказалась из индустрии фэшн. Сначала СМ ей делала личные фотосессии, а потом началось. Мировые бренды. Один за другим. Джимми Чу, Майкл Хорс и Прада. Говорит Джимми Чу, у нас новая коллекция выходит в Миддл Ист, и мы хотим, чтобы вы не прорекламировали, а как бы показали, как носить эту обувь с разной одеждой. И она организовывает девичники. Приходили люди, она показывала, что с чем надевать. Я фотографировала, иногда сделала видео. Ей заплатили 20 тысяч дирхам, чтобы она целый день постила сториз у себя с отметкой Джимми Чу. И сделала за 6 тысяч дирхам один пост у себя в инстаграме. На тот момент это было очень круто. Как пишут в пабликах ВКонтакте, вся жизнь в твоих руках, поэтому не стоит их опускать. СМ хреначила без выходных, без отдыха, сутками. Я была просто обезьянка с камерой, и сейчас я немного устала. Тогда я накопила уже немного денег, и я решила просто уходить в свободное плавание. Было тяжело. Тебя никто не знает, ты не работала в этом направлении. Я имею в виду в направлении ню, там купальники, нижнее белье. Мне очень нравится заниматься такой фотографией. И вот этот момент, самый старт было тяжело. А затем, как сарафанное радио, мою работу, которую я ее фотографировала в Дубае, ее опубликовали в Космополитон. Но для меня это был момент славы. Я сидел напротив нее, и у меня мурашки по коже. Сколько энергии вниз. Слушаю СМ, а как будто голливудский фильм смотрю. И это было только начало. Я попала в команду к девочке, она с России. Она была фотографом, ей нужен был видеограф. И нам повезло, мы снимали свадьбу дочки с фамилией Мактун. Она была из этой семьи, из знаменитой семьи Мактун. Эту фамилию в Дубае знает каждый. Помните, я рассказывал, что Дубай появился, когда один шейх отделился и пошел формировать новый город. Так вот это и был шейх Мактун. Сегодня портреты шейха Мактун висят в каждом здании Дубая. В том числе в доме нашей знакомой семьи эмиратцев. Вот он, вице-президент и премьер-министр страны. Глава Дубая Мохаммед Ибн Рашид Аль Мактун. Его покойный отец был одним из основателей Арабских Эмиратов. С тех пор семья Мактун рулит всем Дубаем. И считается, что именно Мохаммеду Аль Мактуму город обязан своим нынешним обликом. Башню Бурж-Халифа, Дубайский морской порт, острова Пальмы, авиакомпания Эмиритс. Это все далеко не полный список его проектов. Раз в год его научный фонд вручает премию в 1 миллион долларов за значительный вклад в распространение знаний. Среди получателей награды изобретатель сети интернет Тим Бернес Ли, создатель Википедии Джимми Уэйлс и основатель Майкрософт Билл Гейтс. В честь семьи Мактум в Дубае назван 400-метровый мост, район с элитной недвижимостью, аэропорт, побивший мировой рекорд по количеству пассажиров и выполняемых рейсов, даже космический центр. Да-да, вы не ослышались, Арабы уже запустили свой шаттл на Марс, обогнавший по скорости конкурентов из США и Китая. Для космического центра создали собственную башню, а вокруг нее самый большой в мире парк солнечных батарей мощностью в 5000 мегаватт. Для сравнения, Ленинградская АЭС вырабатывает всего 400. Теперь, когда вы знаете все о семье Мактум, вы можете себе представить, на какой уровень профессионализма надо выйти фотографу, чтобы его пригласили снимать семейное торжество. Мальчики и девочки у них празднуют отдельно. В самый последний момент приезжает жених забрать невесту. Это вот единственный момент, когда мужчина заходит в их тусовку и забирает невесту. И в общем, когда все девочки и арабские женщины, они празднуют, они снимают с себя черные никабы, черное одеяние, и начинается самое тусе. Что начинается? Ну, там, во-первых, женщины, все женщины, они невероятно экзотичные. Это просто... Я как девочка просто восхищалась. То есть мужчина празднула свадьбу в другом месте? Да, и мы... Честно, я не знаю, где мужчины праздновали. Мне даже кажется, что они не праздновали где-то по соседству, потому что не было нигде рядом, мы бы видели, где люди собираются. Просто приезжал жених с несколькими машинами за невестой. И когда заходил жених, это, знаете, все покрывались в черное, просто как в матрице. Это место называется Ля Мер, и это, пожалуй, самый красивый пляж, который я когда-либо вообще видел. Потому что посмотрите на это. Огромная гряда песка. Такая же большая, мне кажется, такой же большой пляж, как и в Самаре. Ну, в Самаре немножко, я думаю, побольше все-таки. Вот, и на фоне здесь Бурж-Халифа, вот она. И все, абсолютно все здания, высотные здания Дубая здесь хорошо видны. Это очень впечатляет. По воде вдоль побережья и по каналу через город можно быстро и удобно добраться в любую точку. Никаких пробок. Каких только лодок тут нет. Тут вам и скутеры, и катера, и яхты. Вот на таких деревянных корабликах, стилизованных под старину, тут катают туристы. Тут же по соседству целая улица с кафешками. Абсолютно удивительный квартал. Малоэтажная застройка, напоминающая какую-то Европу. Но вот в эту сторону поворачиваешься и напоминает уже Америку. Эти вот огромные башни, такие железные конструкции чистые, американские, в американских провинциях много таких городов. Какие-то вот рельсы якобы, да. И то есть они прям создают, знаете, вот то, чего долгое время не хватало Дубая. Вот эту историю какую-то. Понятно, что как может сложиться история столетняя, да, за короткий период времени. Поэтому вот видно, что с душой прям сделанная такая вот прогулочная зона. Вокруг не пылинки, не говоря уже о фантиках или о курках. Везде какая-то нереальная, неестественная чистота. Она прям звучит. Слышите, как скрипят кроссовки этих ребят. Больше всего меня впечатляет в Дубае, что постоянно появляется что-то новое. Вот этот район, сетевок, был открыт буквально совсем недавно. И выглядит он просто как вот по декорации, как декорация к фильму, знаете, про идеальную жизнь в американских фильмах, которые раньше показывали. Теперь вот в арабских. До такой степени, посмотрите, господи, это просто кошмар человека на улице, просто моет полы обычной шваброй. Можете себе представить? Нормально у вас все? Офигеть. Огромная проблема Дубая – это жара. Просто невероятная жара. Чтобы вы понимали, июнь, июль, август просто лютая. Люди реально не выходят на улицу, буквально перебежками перемещаются. Это факт. Потому что плюс 55 тут постоянно. То есть ты тупо в 2 часа ночи выходишь, и тебе все равно жарко. Ты потеешь даже в 2-3 часа ночи в городе. И поэтому здесь довольно тяжело жить летом. Интересное решение было предложено несколько лет назад. Предложили построить огромный, практически, квартал, который будет объединять 3 мола. И сверху они, значит, предлагают, ну, как здесь, да, сделать условную крышу такую над улицей. И внутри все это кондиционировать. Нормальное, да, решение? Это ресторан-кондитерская в центре города. Одно из самых модных здесь мест. Яркий пример успешного бизнеса в Эмиратах. Вы никогда не догадаетесь, кто им владеет. Семья из города Томска. Это дорогая локация? Локация достаточно дорогая. Она находится рядом с даунтауном, рядом с Бурж-Халифой. У нас здесь неподалеку тоже локация есть в Дубай-Моле. Вот, это, по сути, там две топовые локации вообще, в принципе, выбирают. Сколько примерно аренда вот такого помещения? В районе где-то 500 тысяч долларов в год. Кафе «Лето» рассчитано не только на туристов. Эмиратцы полюбили ходить сюда целыми семьями. Они вот набегают на кофе с десертом. А десерты здесь готовы есть, собственно, и до ночи, да. То есть там до 12, до час ночи они могут есть. Ну, потому что, в принципе, в стране среди мусульман алкоголя нет. Вот, и они таким образом компенсируют. Интересно, вместо алкоголя сладкое. Да, да. Ну, и они, и поэтому, в принципе, это индустрия сладкого. То есть кафе с десертом, они здесь набирают оборот. На самом деле действительно выглядит очень красиво. Наша сеть появилась в Лондоне в 2011 году. И на данный момент мы работаем в Великобритании и во всех арабских странах. Это я их перечислю, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Кувейд и Иордания. Ты это все сделал сам? Да. Серьезно? 10 лет. Сколько лет тебе? Мне 30. Тебе 30? Да. Ты младше меня. Боже мой. Господи. Серьезно? Не, ну как сам. Очень, очень, конечно, так неправильно говорить, что сам. Большая работа команды совместная, большая поддержка. Когда Артему было 16, семья его родителей решила переехать из Сибири в Лондон. Там они открыли небольшое кафе-кондитерскую, которое со временем стало очень популярным. Благодаря подоконнику. В этом помещении было очень длинное окно, но не было особо другого пространства. Мы решили сделать витрину из тортов в окно, и все проходящие люди мимо, они смотрели, о, типа, классный торт, и заходили. А уже когда зашли, там они понимали, что есть еда, есть кофе и все остальное. Это штука до сих пор работает? Это до сих пор работает, это стало именно за основой. Расскажи, как вы добрались до Дубая? Мы в Англии, соответственно, начали развитие, то есть, как я сказал, мы открыли еще две точки. После этого четвертая локация, по счастливой случайности, она находилась напротив отеля Jumia. Это был 2012 или 2013 год, и тогда арабы активно поехали в Великобританию. Один торт, который им полюбился, его на основе русской сгущенки. Они вот распробовали, какая-то принцесса, она среди них запостила, и вот началась вот эта популярность, как сарафанное радио. К нам стали ходить и эмиратские шейхи, к нам стали ходить катарские шейхи, к нам даже там шейх Дубая заходил, вроде говорят, и был. А потом началась такая история, что private jet отправляли из Лондона, из нашего кафе прям грузили на Вианну, private jet отправляли в Дубай. Потом начали писать, давайте откроемся, давайте сделаем партнершип, давайте сделаем франшизу, давайте сделаем вот это. В 2016-м они открыли первое кафе в Дубае, и в первый же день к ним пришла такая толпа народу, что ребята едва справлялись, принимая заказы. А потом пришел еще кое-кто. Позвонили из местного вот этого мол-менеджмента, сказали, что хочешь прийти шейх Мухаммед бен Рашид, то есть премьер-министр Дубая. Я говорю, вы серьезно? Он говорит, да, да, потому что он вас знает по Лондону, его там узнает, его охрана, протокол, могут ли они прийти на первый день. И мы работаем очень много народу, и тут раз просто вот там заходит шейх и его охрана, человек восемь, проходят мимо, и весь народ замирает. То есть все полностью, как официанты, так и посетители, все просто так в оцепенении, что зашел в шейх. Дубай постоянно расширяется и строится, осваивая не только сушу, но и просторы океана. Именно здесь стали первыми делать искусственные острова и возводить жилье прямо посреди водной глади Персидского залива. Итак, мы сейчас отправляемся в сторону самой дорогой, самой элитной вообще недвижимости Дубая. Это просто вот самый топ, потому что самая дорогая недвижка Дубая находится не в самом Дубае, а в море перед Дубаем. Добраться туда можно только по воде, и если у вас нет собственной яхты или катера, то можно воспользоваться водным такси. Правда, очень недешево. 20 долларов стоит добраться от материка до этого острова и 20 обратно, то есть 40 баксов туда-сюда сгонять. И здесь в Дубае реально говорят, слушайте, это слишком дорого для нас использовать водное такси, проще реально купить яхту. Да, это такой, знаете, скажем, дубайский вайб, который склонен к какой-то глобализации, у них все должно быть самое дорогое, самое большое, самое высокое, самое глубокое. Вот это реально Дубай. Сейчас здесь достроен огромнейший комплекс островов, которые имитируют мир, то есть один остров, это один какая-то страна и так далее. То есть там реально сформировалось, представляете, они построили целое государство посреди моря. До такой степени, чтобы вы понимали, там, например, есть остров Ливан, и это чисто остров развлечений. То есть там нет домов, там не живут люди, там никто не работает, там нет никаких хоббисов, там только есть все для Чилова. Понимаете, там президент этого места должен быть Джиган, однозначно. Потому что ты приезжаешь и просто погружаешься в этот Джигановский вайб, вот. Туда люди приезжают просто отдыхать. Короче, как вы уже поняли, искусственными островами тут никого не удивить. Еще больше меня впечатлило, смотрите, что. Вот так в Дубае выглядит самая элитная недвижимость. Хотя если, в общем-то, разобраться, то технически это движимость. Потому что это огромная плавучая вилла, ничем не прикреплена к дну, кроме якоря. То есть при желании владелец такой виллы может взять ее, прикрепить к какому-нибудь катеру и просто отогнуть ее в любое практически место, куда ему захочется. Уникальность этого объекта, то что вилла, она стоит на воде. Такого еще в Дубае не было. У вас острова рядом. То есть вы можете прям спрыгнуть и плавать здесь. Небоскребы с панорамными видами прошлый век. Вот она, сладкая жизнь. Проснулся, позавтракал и сразу нырнул в море. Стоит такая квартирка всего каких-то 5 миллионов долларов. 350 миллионов рублей. Таких плавучих вилл здесь несколько десятков. И почти все они уже раскуплены. Так, значит, это типа основная гостиная с кухней. Так, что дальше? Так, давайте пройдемся внутрь. Здесь получается гардеробная. Здесь у нас уже ванная, уборная. Господи, какой партнер. Чудесно. А что еще есть? Все. И здесь мы уже можем отсюда подняться на второй этаж. Поднимемся на террасу. Здесь также у нас еще одна уборная. Наверху. И с этой стороны уже терраса со своим джакузи. Душевая. Стол. Кухня. И здесь мы просто попадаем в рай какой-то. Мир джигана. Да. Блин, очень круто. Продукты и другие товары вам привозят на катере. Всего минут за 20. А скоро к доставке подключат еще и дроны. Сервис уже активно тестируется. Они реально беспилотниками будут доставлять пиццу. Прикиньте, какой прогресс. Короче, здесь есть все, что нужно для кайфовой жизни. Самый интересный этаж – это подземник. То есть, точнее, подводный. Потому что, смотрите, мы прямо сейчас опускаемся под воду. И здесь внизу находятся две комнаты. И сейчас посмотрим, как они выглядят. В них есть окна, как мне сказали. Ну-ка. Так. Вообще, нет ощущения, что ты где-то под водой. Подводный Wi-Fi выглядит, как обычный. И, собственно, вот спальня. Мне сказали, что там есть окно. Очень интересно, как это выглядит. Так. Я так понимаю, вот оно занавешано. Охренеть! Просто космос! Боже мой! Вообще! Вы прикиньте? То есть, это подводная комната. И ты просто вот сидишь и наслаждаешься рыбами. Господи, боже мой! Откуда вы тут, друзья? Охренеть! Авторы проекта заморочились настолько, что подготовили куски рифа вместе с кораллами и закрепили их под окном. То есть, с тобой плавает собственный коралловый риф, вокруг которого живет еще целое морское семейство. Чувствуешь, что ты, блядь, я не знаю, царь морей морских, просто ты русалка, я не знаю, ты царь Гвидон, Посейдон, я не знаю, это просто космос какой-то. Как вообще можно было до этого додуматься? Прикольно, смотрите, у рыбок тут какая-то тусня прям намечается. Смотрите, они типа из-за того, что им комфортно в кораллах, они прям тут подплывают, кучкуются, тусуются. Охренеть! И сверху тоже, смотрите. Наверху покажу вам. Вот они, вот они. Смотрите, как их много-много-много-много-много. Мамы, что-то там жрут, что-то болтают друг с другом, наверное. Охренеть! Прикиньте, какой кайф! Это как бы большая спальня, то есть, здесь раскладывается как кровать. Наверное, вряд ли супер настолько богатые люди будут спать вот на этой раскладушке. А вот тут наверху еще может, кстати, поместиться телек. Просто бомбический взрыв мозга. Плавучий вилла, на которой мы сейчас находимся, стоит на якоре по соседству с группой островов Мир. Это когда один остров, как бы одна страна. А вот это Швеция. Господи, это что-то невероятное. Я за все время нахождения в Арабских Эмиратах не видел столько деревьев вообще. Вы прикиньте, здесь целые джунгли. И они их реально привезли сюда по дереву, по кусту со всего мира. То есть вот эти джунгли тоже сделаны рукотворно. Вся эта растительница была привезена, посажена. И, как видите, выглядит просто красиво. То есть все эти деревья, естественно, сюда привезли. Ничего здесь этого не выросло. Да, был только песок. Кусты даже эти не выросли. Они очень прижились. И трава, вот это все. Да, абсолютно все. Все посажено. Обалдать. Как это вообще происходит? Перевозят, сажают, смотрят, поливают. И прям смотрят, поливают, да. Откуда понавозили это все? С Европы, с разных уголков мира. Серьезно? Да, да. Очень круто. А эта живность появляется какая-нибудь? Птицы. А, птиц много? Птиц, да, птиц много. А это было пожелание заказчика какого-то, чтобы вот так остров оборудовать или как? Да, потому что в Дубае в целом растительности не так много, поэтому они хотели... Вообще нет. Да, его вообще нет. Так, у нас море и песок у нас, поэтому по максимумам все хотели озеленить. Ага. То есть эта вилла куплена или она на продаже? Она на продаже. Сейчас мы посмотрим. А это, собственно, сама вилла. Тут тебе и бассейны, сколько угодно. И для взрослых, и для детей. И пляж, что называется, в пешей доступности. Это твой личный пляж. Инфинити бассейн. Это что значит? Инфинити, то есть... А, который уходит вдаль, да, без конца. Свой бассейн, дальше свое море начинается, свой океан еще, да, тут подплывает. Охренеть. Ну реально, свой пляж. Можно хоть отсюда выйти, хоть отсюда выйти. А, да, есть более дикий, видишь, типа есть индустриальный выход, типа, есть более дикий. Да. По настроению, как ты хочешь, да, что называется, в какой день. На островах даже специально делают кривые пальмы, видите, вон ту с подпоркой. Ствол дерева наклоняют, привязывают к специальной железяке, и оно растет, принимая такую изогнутую форму. Получается идеальная картинка из рекламы баунти. И такая здесь теперь практически на каждом острове. Охренеть, смотрите, какой летучий корабль, господи. Да, он в форме корабля сделан. А, реально, да? Да, да. Топ, просто вообще космос. Это прямо полноценный молл, условно, да, такой? Да, да. Вообще. Дом реально размером с торговый центр. Сейчас мы находимся в Били. Супер локзюриус. Да, 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 премиум класс уже есть. Семь спален, шесть этажей. Шесть этажей? Шесть этажей. Больше, чем хрущевка, друзья. Прикиньте, здесь есть свой личный лифт. Но все-таки здесь шесть этажей, да, и между ними я прекрасно понимаю. Господи, смотрите, реально. Лифт на восемь человек. И здесь есть своя лифтерная служба. Если вы застрянете, то тут есть кому позвонить. Вот на этот звоночек специальный человек там сидит. Свой бассейн. Абсолютно все. Свой город, свои люди. Охренеть. Тут свою национальность можно создать. Тут как дворец вообще. Реально, абсолютный дворец. 400 квадратных метров. Внутри виллы кухня огромная, как в ресторане. Готовкой занимаются специальные нанятые повара, понятное дело. И еще тут целый штат сотрудников, поддерживающих порядок и красоту. Потому что дом совсем не маленький. Сейчас мы находимся в одной из спален. Знаете, как просыпаетесь, сразу у вас панорамный вид. Океан, море. Красиво. Тут комната просто сама по себе огромного размера. В этой же спальне ванная. После уже идет там гардеробная и джакузи. Таких спален здесь всего шесть. К каждой спальне прилагается ванная, туалет, а также гардеробная комната. Не шкаф, а целая комната со шкафами для одежды. Вот так живут в Эмиратах обеспеченные люди. Огромнейшие спали. Господи, просто посмотрите. Я не знаю, здесь, мне кажется, может спать просто вот половина населения моего Октябрьского района в Самаре. Вот. Ванна. Просто космос. Тут же она вся какая-то гранитная. Ну, в общем, понимаете, заходишь, ты просто вдыхаешь запах вот этого места и понимаешь, что ты чувствуешь себя эйхом просто, понимаете? Вот от одного только запаха. Я серьезно. А вот так выглядит обеденная зона и гостиная. Прям не жилье, а мечта. От роскоши голова кружится. Вот так посмотрите на этот стол. А это стулья. Зацените, обтянутый кожей с логотипом Бентли. Здесь вся мебель от Бентли. Я сначала думал, что вилла Эмиратцев, в которой мы были вначале, роскошная. Но те люди были правы. По сравнению с этим, тот дом реально скромный. Самое интересное расположилось на нижнем этаже. Вот, например, спортзал. Спортзал, который решили разбить где-то в консерватории или, я не знаю, в большом театре, потому что он весь в зеркалах. Все здесь опять блестит абсолютно со всех сторон. Вот. И тут же находится массажная всякая комната. Господи, посмотрите. Еще самое главное, все такое нежненькое. Вот ты прям хочешь сразу лечь. И вот можно, мне кажется, просто лечь на этот столик. Столик и уже, если массажнику не нужен, просто вот ты будешь кайфовать от прикосновения к этой нежнейшей коже. Самый кайф находится вот здесь. Тут сауна. Ну и, казалось бы, да, нас сауной-то в доме не удивишь. У нас и баня у всех. Вот тут сауна. Но, пожалуйста, вот это топ. Это называется комната снега. То есть ты, короче, там напарился. А потом ты заходишь в комнату снега. И тут реальная холодрыга. Извините, сейчас все станет все синее, но тем не менее я вам покажу. Реально. Фактически, смотрите, снег просто на голову. Вот он мне. Падает снег. Космос просто. Какой-то космос. Вот смотрите, становишься под него. И все, ты на родине. Друзья, вот, пожалуйста. То есть ты из сауны запрыгиваешь сюда, охлаждаешься, обтираешься снегом и обратно. И я вам напомню, что все это время мы находимся на искусственном острове, где вообще еще совсем несколько лет назад не было ничего, кроме воды. Самое поражающее на этой вилле сознание – это веранда под стеклянным куполом. Только посмотрите на этот вид. Во все стороны красота неописуемая. Друзья, да, для меня это выглядит, знаете, как место, где точно надо забронировать столик, чтобы вечером поужинать. Еще один пример размаха Арабских Эмиратов. Задумали они построить бассейн, в который можно погружаться с аквалангом. Но, когда дошло до дела, оказалось, что они построили чуть ли не полноценный город под водой. То есть, по-хорошему, в этот бассейн можно вертикально опустить самолет. Вот реально 60 метров. Вот такой масштаб. И, конечно, впечатляет масштаб во всем реально. Ну, прикиньте, то есть они замутили, что для того, чтобы очищать воду каждые 6 часов, они используют технологию, которую разработала НАСА. Они тут делают свой озон. Просто охренеть. Вообще, ощущение невероятное. Самое сложное, это было разместить объекты под водой таким образом, чтобы они не ржавели и не деформировались. А их тут столько, что в этом подводном городе можно реально жить буквально не выезжая. Первый взгляд, вообще обычный бассейн, как в Самаре у нас. Один в один. Еще больше впечатляют системы, которые за всем этим следят. Одних только камер тут десятки. Отслеживается работа каждого вентиля, каждого клапана. Фишка этого бассейна – это прозрачные стеклянные стенки, уходящие на несколько этажей вниз. А вокруг них, зацените, и кафе, и лаунж-зоны. Плаваешь себе, а вокруг какие-то банки со сладостями и мороженым, шахматы. А тут вот настоящий диван. Можно полежать, а ниже, смотрите, просто машины и мотоцикл. Здесь ты можешь не только плавать, но и попробовать покрутить педали на велотренажере в ластах и маске. Слушайте, это просто что-то невероятное было, потому что они реально построили целый город под водой. И ты плаваешь, ты чувствуешь себя просто каким-то, знаете, как будто ты нырнул и нашел Титаник. Вот тот самый, и ты плаваешь по его каютам, где-то оставили какие-то чемоданы, где-то еще что-то. Велосипеды, в шахматы какие-то можно поиграть. Чем глубже опускаешься, тем больше интересных комнат, заброшенные комнаты. Это просто космос, да и я выхожу и просто думаю, господи, как, как вообще это у вас получилось, как вы вообще смогли… Ну, мне кажется, это просто высшая степень какая-то вот, как сказать, мне кажется, это просто высшая степень любви к, скажем так, комфорту, к людям, к развлечениям. Я специально залез в такое интересное, необычное, красивое место для того, чтобы показать вам вот этот район Дубая. Это реально, можно сказать, целый квартал, который находится буквально на воде. Такой квартал Дубая водный. Вот, здесь сосредоточена основная развлекательная индустрия, то есть огромные яхты снимают люди для того, чтобы проводить там свои вечеринки, дни рождения и так далее. Наша яхта составляет 101 фут. Это в районе 30 метров, ее длина. Яхта очень большая, просторная, в ней расположено 5 кают, 5 ванных комнат и, как видите, достаточно просторный салон, совмещенный с обеденной зоной. На яхте есть все, что нужно для релакса и даже больше. Никакой городской суеты, чистейшее море, купайся, не хочу. Также есть отдельная каюта. На 9 спальных мест считано. Стоит такая яхта около 300 тысяч долларов. В рублях это больше 20 миллионов. Взять в аренду стоит примерно 50 тысяч рублей в час. Услуга настолько популярна, что корабли практически не простаивают без гостей. В будние дни в основном это семьи, туристические группы. А в выходные в основном все-таки люди хотят отдохнуть. В основном это резиденты Дубая. Они собираются. Возможно уже просто ресторанно-барная тема поднадоела, немножко приелась. И мне кажется, это отличный вариант для Дубая арендовать яхту вместе с диджеем, с едой, с алкогольными напитками. Просто устроить вечеринку вдали от всех. Около трети туристов, арендующих судно, русскоговорящий. Капитаном работает Ранджиз. Приехал сюда из Индии и уже 6 лет работает в этой компании. Вы работаете капитаном именно на этой лодке или на других лодках тоже? На других тоже. Можете рассказать о своей жизни в Дубае? Что это такое? Это невероятная работа на яхт-вечеринках, обзорных экскурсиях, частных заказах. Как сложно это, управлять яхтой? Да, ее трудно контролировать. Но многое зависит от погоды. Парковаться бывает очень сложно, если погода плохая. Еще на родине он отучился на шкипера, а здесь получил возможность повысить квалификацию и вырос до капитана. Благодаря этой работе Ранджиз содержит не только жену и детей, но и всех своих родственников, оставшихся в Индии. Это хорошо оплачиваемая профессия? Сколько ты зарабатываешь? Это хорошо оплачиваемая профессия? Для меня это хорошая зарплата. 5500 дирхамов ежемесячно. Почти 100 тысяч рублей. Это даже по нашим меркам очень неплохо. А в Индии так вообще можно жить как Раджа. Еще один плюс работников в Дубае – здесь есть профсоюзы. Удивительно, как посреди этого мира капитализма все-таки нашелся островок социализма. Если вы устроитесь официально, вероятность, что вас скинут или оставят без зарплаты, ничтожно мала. В Дубае закон на стороне работников. Есть определенная организация, лейбор, куда любой работник может обратиться в случае, опять-таки, недопонимания с работодателем и может подать жалобу. После этого этот орган может направить проверяющих, которые придут и проверят и компанию, и будут рассматривать его жалобу. Компания получит большой штраф, а может и вовсе лишится лицензии. И таких случаев тут полно. И также в Дубае вообще работодатель не имеет права повысить голос на работников. То есть даже, да, если ты разговариваешь на повышенных тонах, он имеет право пойти подать жалобу. И опять же будет проверка и, может быть, исход неблагоприятный для работателя. Поводом для жалобы на начальство может стать даже переписка в мессенджере. Любое неоднозначное слово может быть истолковано по-разному. Но здесь этим никто не злоупотребляет. Все просто хорошо делают свою работу, потому что знают, она будет оценена. Каково жить, когда все законы работают? Сначала это непривычно. Абсолютно. То есть ты не можешь поверить, что ты живешь в стране, в которой чувствуешь себя максимально безопасно. А если мы говорим именно о работе, то это суперкомфортно. Как по мне, поэтому я в этой компании работаю 8 лет. И я чувствую себя вполне довольным человеком. Смотришь на Дубай в целом и понимаешь, что у людей получилось. Получилось что? Получилось сделать так, чтобы их граждане, чтобы их владельцы этих паспортов, их просто местные жители жили очень круто. Настолько круто, что просто экспаты со всего мира начали приезжать сюда для того, чтобы хоть немного прикоснуться вот к этому качеству жизни. Да, можно много, сколько угодно говорить о том, что Дубай без души, что Дубай, он такой, знаете, весь блестящий такой тип и так далее. Можно так много, говорят. И в этом как бы есть доля правды. Но суть-то в том, что у них получилось из пустыни сделать город, в котором мечтают жить просто люди со всего мира. В котором безопасно, в котором есть абсолютно все, комфортно. И люди не стыдятся говорить о том, что да, мы хотим, чтобы у нас было все круто, чтобы у нас были деньги, чтобы нам на все хватало. Никто не стыдится того, что люди думают о своей жопе. Никто не стыдится того, что люди хотят, чтобы им хватало на все, понимаете? Нам вот как-то это вбивали, что вот, что ты жалуешься. Да, блядь, да можно жаловаться, потому что это нормально, хотеть жить в достатке. Это абсолютно нормальное желание. И у нормального человека оно должно возникать. Чтобы его дети, его семья жили в достатке, чтобы у них было все хорошо. Не то что, я считаю, что ничего в этой жизни не может заставить обычного простого человека отказаться от своих идеалов, чтобы его семья жила в достатке, в комфорте, чтобы у них были деньги на самые лучшие кружки, школы, я не знаю, путешествия. Вот, я правда не понимаю, зачем вообще ради чего-то другого жить? Ради чего вы можете жить? Кому вы потом предъявите на смертном адре? Кому вы потом скажете претензии вот эти? Кому вы принесете лист ваших страданий? Кому вы его предъявите? Скажете, ну вот я страдал тут во имя этого человека, тут я страдал во имя этой организации, тут я страдал во имя еще чего-то. Кому вы это предъявите на смертном адре, когда жизнь закончится? Вы кайфанули? Вы сами-то нормально пожили? Попробовали чего-нибудь самых вкусных там всего? В мир посмотрели? Все это в ваших руках, не в чьих других. Вообще не вижу никакого повода стыдиться жить комфортно. И когда я смотрю на Дубай, я просто восхищаюсь тем, как люди смогли возвести в абсолют вот это как раз желание. Сделать свой народ таким, чтобы он жил в достатке. Увеличить их благосостояние и все. Вот это не на слова. Это реально по-настоящему. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok